Бресткообластное объединение профсоюзов – областной профцентр Федерации профсоюзов Беларуси в регионе, в состав которого входят 4 городских и 15 районных объединений профсоюзов. По состоянию на 1 января 2024 года в Брестской области зарегистрировано 3511 профсоюзных организаций, общей численностью 436 тысяч человек. В минувшем году в первом регионе создано 180 первичных профсоюзных организаций, из них 170 в организациях частной формы собственности. Мы посмотрим итоги основной работы за 2023 год и в целом они достаточно положительные. В год качества хотим наполнить эти созданные профсоюзные организации реальными профсоюзными делами. Это коллективный договор, это какие-то новые профсоюзные инициативы, идеи. И думаю, что у нас в 2024 году все получится, опираясь на опыт 2023 года. Мы занимаем достаточно лидирующие позиции среди всех других областных объединений. Именно по тем задачам, которые мы ставили в 2023 году. Это создание новых профсоюзных организаций. Практически у нас только несколько коллективов, где работает свыше 100 человек, если быть более точным, 3 коллектива не имеют профсоюзной организации. Из этих трех в двух уже есть принципиальное решение по проведению организационных собраний. Я считаю, что это неплохо. Но 2024 год – это год ответственный, потому что год в преддверии президентских выборов 2025 года. Мы, как самая массовая общественная сила, самая организованная общественная сила, должны еще раз перегруппироваться, еще раз подвести итоги, чтобы достойно выйти в 2025 год. Еще одним основным вопросом для обсуждения стала тема выдвижения кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Профсоюзы, равно как и еще пять общественных организаций нашей страны, наделены правом избирать делегатов Всебелорусского народного собрания. В своем выступлении профсоюзный лидер Брещина Александр Рогачук отметил, что прежде всего надо понимать, что Всебелорусское народное собрание – орган высшего народовластия, и представлять регион в нем должны профессионалы в своем деле – патриоты страны и профсоюзного движения. Важно было найти таких людей, которые помимо активного профсоюзного членства имеют гражданскую позицию, имеют высокое качество, патриотические, имеют производственные успехи. То есть сегодня мы, наверное, выберем лучших из лучших, которые будут достойно представлять гражданское общество Брещины в составе высшего конституционного органа нашей страны. И особенностью именно нашей Брестской, как бы сказать, составляющей является то, что здесь люди труда, люди с непосредственных, как говорится, рабочих мест, а не функционеры, не, как мы говорим, не чиновники, которые и так выполняют свои задачи по управлению. И поэтому это является, наверное, особенностью для нашей делегации Брещины. В списке кандидатов – учитель средней школы номер 16 города Пинска Андрей Тарелкин. Мужчина понимает всю ответственность, которая ложится на него в случае избрания делегатом. Как активист, наверное, как участник движения, допустим, олимпиадного, постоянно участвую в конференциях научных. И, исходя из этого, в профсоюзах, опять же, в комитете состою, слежу за новшествами в образовании. Ну и власти, естественно, решили, наверное, таким образом меня делегировать вот именно в этот орган, впервые созданный, получивший статус конституционный. Основные, конечно, вопросы меня интересуют – это в образовании, то, что нового будет, то, что будет стратегически важного. И поддержка, соответственно, моя лично в этом, как делегата, должна быть. Фёдор Немирович также находится в списке кандидатов, которые избираются на Всебелорусское народное собрание. Для мужчины это новый опыт, а потому и эмоции соответствующие. Волнительно, потому что это всё-таки законодательный орган, который сейчас уже принят в нас Конституция наша. И очень волнительно, это новый этап в моей жизни. И чтобы хотелось, ну так как я представляю всё-таки спорт, хотелось бы донести какие-то новые положения, новые направления в развитии вообще спорта, физической культуры в нашем регионе, в самом городе Бресте, Брестской области. Всего от Брестского областного объединения профсоюзов выдвинуто 10 кандидатов-дерегаты Всебелорусского народного собрания. Продолжение следует...